В 2015 году в России на законодательном уровне запретили искать экстремизм в священных книгах. От каких бы то ни было проверок были освобождены христианская Библия, иудейский Танах, собрание буддийских текстов Ганджур и, конечно же, и, наверное, особенно, исламский Коран. Цитаты из этих книг уже как 7 лет не могут быть признаны российским судом экстремистскими материалами. Тогда еще шутили, мол, принятие такого закона фактически означает признание того, что в текстах перечисленных религиозных книжек экстремизм все-таки есть. Впрочем, нынешние духовные воротилы решили пойти еще дальше. Северокавказский муфтияд предложил расширить список религиозной литературы, которая не может быть признана экстремистской, за счет оригиналов комментариев и толкований Корана, сборников хадисов и их комментариев, а также трудов исламских, простите, ученых четырех школ. Ну, теперь-то мы уверены в том, что во всех этих священных текстах точно нет и намека на экстремизм. Абсолютно уверены. Это 376-й выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера дело личное, не государственное, а атеизм норма жизни. Вы не поверите, пришли весть из того света. Не спешите смеяться или раздраженно крутить пальцем у виска. Только так, прямым контактом с загробным миром, я могу объяснить то, что сказал на днях глава РПЦ Патриарх Кирилл. И то, откуда у него эти сведения. Владимир Михайлович пригрозил богатым гражданам адом, если они не будут помогать бедным. Довольно любопытно размышление главного служителя культа страны о природе богатства и то, как к нему относится бог. Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим, тем, кто нуждается, тем, кто страдает, тогда обладание богатством становится оправданным, и этот человек будет пополнять свое богатство, считает Гундяев. Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно нуждающимся в критической жизненной ситуации. Конец цитаты. Но если вдруг такой богатый человек, не дай бог, перестает помогать нуждающимся или вовсе этого никогда не делал, то это, полагает православный патриарх, прямой путь в ад. Всегда удивляюсь тому, как служители культа с уверенностью говорят о том, чего знать никак не могут. Ну, только если у них не случился какой-то секретный сеанс с самим богом, на котором они получили новые сведения о том, как устроен загробный мир и какие настроения сейчас царят в царстве божьем. Насколько мне известно, про поддержку богом богатых, если последний при этом тратит часть своего богатства на бедных, это откровенная отсебятина, основанная на знаменитой библейской притче про верблюда и игольное ушко. Неплохо было бы где-нибудь в недрах московской патриархии установить большое зеркало, чтобы все проповеди главного попа автоматически переадресовывались ему самому и его духовному окружению. Так что традиционно предложу Владимиру Михайловичу на собственном примере подтвердить сказанное им, так как имеются большие сомнения в том, что патриарх беден как церковная мышь. Вот и российский бизнесмен Дмитрий Потапенко, которого явно расстроили слова служителя культа необходимости делиться, после жаркой проповеди патриарха посоветовал тому отказаться от Майбаха, федеральной охраны, а также нулевого налогообложения, ибо люди, которые не облагаются налогами и при этом осуществляют коммерческую деятельность, это самые богатые люди в мире. Мне могут возразить, что церковь тоже тратит часть своих денег на помощь нуждающимся. Но этот контраргумент неизменно бьет мимо цели. РПЦ занимается благотворительностью исключительно на средства прихожан и на бюджетные деньги, которые государство выделяет ей в виде грантов для реализации социальных программ. Гундяев не отдает на помощь бездомным и прочим нуждающимся ни копейки из собственного кармана. Если я ошибаюсь, пусть какой-нибудь Владимир Легойда меня поправит и пристыдит. Но что-то мне подсказывает, что если бы Владимир Михайлович в самом деле тратил бы свою пенсию на бомжей, мы бы об этом давно знали, так как церковь очень сильно любит, когда о ее в кавычках щедрости пишут СМИ. Если бы сейчас на землю спустился Иисус и сказал бы, что помогать ближнему теперь совсем не обязательно для того, чтобы получить путевку в рай, будьте уверены, после этого благотворительная активность и верующих, и РПЦ снизилась бы до исторического минимума. С другой стороны, может быть в аду для богатых не так уж и плохо, как может показаться. Ведь там всегда есть возможность подкупить местных чертей и тем самым существенно облегчить себе вечное пребывание в котлах преисподней. Западные верующие бьют тревогу, отмечая, что рост популярности кремации разрушает традиционные обычаи, связанные со смертью, и практически уничтожают церковный похорон. Согласно прогнозам, в 2040 году в США около 80% умерших пройдут через кремационные печи, а их прах либо будет погребен или развеян без привычной помпы, к какой привыкли пасторы, либо будет храниться в доме у родственников. В любом случае, церковь не понесет от этого никакой выгоды. Кремация дешевле погребения в землю, упрощает процесс захоронения и решает чисто географическую проблему невозможности похоронить человека рядом с его близкими в связи со сложностью транспортировки останков. Немалую роль в росте популярности кремации в последние годы сыграла пандемия COVID-19. Так что если и до этого кремация сильно портила жизнь проповедникам слова Божьего, то за последние два коронавирусных года ситуация для них только ухудшилась. Нелюбовь церкви к кремации хорошо известна. Долгое время сжиганию останков усопших всячески противилась католическая церковь, но под натиском реальности все же вынуждена была сдаться. Православная церковь продолжает держать духовную оборону. В России, хотя не всегда и не везде, региональные инициативы по строительству крематориев упираются в твердую стену сопротивления РПЦ. Буквально на днях курганский митрополит Даниил заявил, что кремация это неправильная традиция, которая была навязана русским извне, поэтому церковь выступает против сжигания тел умерших. Так служитель культа прокомментировал новость о том, что мэрия Кургана определилась с местом для крематория, строительство которого поддерживают горожане. У нас земли хватает, добавил митрополит, чем продемонстрировал свою полную некомпетентность в похоронном вопросе. Потому что земли-то может быть в России и хватает, однако, как я уже неоднократно говорил в предыдущих выпусках, открыть кладбище это не просто поставить четыре колышка по периметру и соорудить ворота. Это очень дорогостоящий процесс, не говоря уже о том, сколько обходится бюджету содержания таких традиционных кладбищ. Наличие православных палок в колесах процесса строительства крематориев объясняется представителями церкви не только тем, что только предание земле является традиционным способом погребения, а все остальное чуть ли не от лукавого, но еще и тем, что человеческое тело должно воскреснуть в день страшного суда, а воссоздать людей, когда от них остался лишь пепел, ну, вроде как проблематично. То есть, конечно, для всемогущего бога нет ничего невозможного, но традицию нарушать нельзя. Короче говоря, служители культа уже и сами запутались, но несмотря на это продолжают придерживаться довольно странных взглядов на смерть и похороны. В то же время стоит напомнить, что лишать людей выбора способа погребения, установленных в законодательном порядке, значит идти на нарушение закона. Что, собственно, и делают представители православной церкви, когда пытаются препятствовать строительству крематориев, ссылаясь на то, что кремация противоречит христианскому учению. Как это, к слову, долгие годы происходит на территории той же Курганской области. Это уже, простите, выглядит не как совет верующим, а как установка для всех безоглядки на их взгляды и отношения к религии. 38% американских семей, выбравших кремацию, не проводят церковные службы. К тому же сокращается и число людей, желающих быть похороненными на церковных кладбищах. Но, конечно, христианские издания, освещающие эту тему, делают упор на то, что упрощенные похороны в первую очередь бьют по традициям. Дескать, люди лишаются возможности совместно переживать горе. Но стоит ли так волноваться, если христиане и сами прекрасно понимают, что изменение отношения к похоронам – это результат культурного сдвига? Явление вполне обычного и вызывающего недовольства пожалуют только у представителей церквей, ибо вся эта ситуация ощутимо бьет их по совсем не духовному кошельку. А все эти разговоры про совместную скорбь и возможность даже во время похорон вспомнить про воскресшего Христа, в самом деле, на дворе ведь не XVI век. Сегодня церквям остается лишь одно – по примеру католиков смириться и принять, либо отрицать до последнего и в конце концов кануть в лету. Так что РПЦ есть о чем задуматься в вопросе активного сопротивления растущей популярности новых способов погребения, которые религиозная организация считает нетрадиционными. Насколько опасной была жизнь средневековых монахов? Несмотря на многочисленные и адресованные ему лично молитвы, Господь, судя по всему, не особо жаловал тех, кто отказался от всего мирского, лишь бы только получить вожделенный билет в рай. Ведь жилось монахам совсем не сладко. Судите сами. Монастырь августинцев в Кембридже, как выяснили ученые, был гораздо чище в санитарном плане, нежели другие городские постройки. У божьих людей имелись туалеты с проточной водой, а не обычные выгребные ямы, а также приспособления для мытья рук. Однако монахи все равно страдали от кишечных паразитов. Ученые из Кембриджского университета выяснили, что монахи заражались в два раза чаще других жителей Кембриджа. Связано это с тем, что монастырские сельскохозяйственные угодья, на которых трудилась братья, удобрялись человеческими экскрементами, содержимым монастырских уборных. Ученые исследовали останки людей, похороненных на кладбище при церкви всех святых. Там находили последний покой в основном представители низших классов. Изучались также погребения, сделанные на территории монастыря, основанного в конце XIII века и просуществовавшего вплоть до 1538 года, пока Генрих VIII не рассорился с папой римским и не разогнал обитель вместе с монахами. От кишечных паразитов страдали 32% горожан и 58% монахов. При этом специалисты уверены, что реальные цифры гораздо выше озвученных, поскольку яйца червей во многих случаях просто не сохранились из-за времени. К слову, полученный результат, 32% зараженных в Кембридже, вполне соответствуют показателям из других средневековых городов. Так что кишечные паразиты были настоящим бичом монахов, и никакие молитвы, похоже, не помогали им бороться с этой бедой. Постойте, скажут мне, доставая из религиозных закромов очередной заплесневелый аргумент против атеизма. Постойте, не торопитесь. Придержите своих безбожных коней. Ведь именно в средневековых монастырях зародилась наука. Какое отношение к ней имеете вы, безбожники? Наука это едва ли не порождение религии, с которой у нее нет и никогда не было никакого конфликта. Ну что ж, на это отвечу, что атеисты имеют отношение к науке не больше, чем все остальные, но при этом гораздо больше, если сравнивать их с верующими, так как современный атеизм во многом базируется на научных знаниях, которые не подтверждают те гипотезы, касающиеся нашего мироздания, какие выдвигают люди религиозные. Бога нет не потому, что так сказал Ричард Докинс или 300 лет назад написал в своей книге Польга Льбах, а потому что наука, обладающая самым эффективным на данный момент инструментарием для получения объективных знаний о нашем мире, ничего не знает ни о каком боге. Прямо сейчас он не нужен для объяснения существования всего того, что нас окружает. И вряд ли пригодится в будущем. Наука не отрицает бога лишь потому, что он, созданный людским воображением, наделен такими характеристиками, которые позволяют ему скрываться от телескопов и микроскопов сколь угодно долго. Впрочем, бог и должен быть неуловимым, ибо в противном случае люди слишком быстро поймут, что они находятся в плену заблуждений. Религии все еще живы только потому, что бог играет с людьми в прятки. Наука выросла в монастырях просто потому, что в те времена, когда происходило ее становление, ей больше негде было расти и развиваться. Это было не благодаря, а вопреки. Наука долгое время обитала в монастырских стенах не потому, что церковь способствовала развитию и распространению научных знаний, а потому что кроме церквей и монастырей больше ничего не было. Любые маломальски образованные для своего времени люди так или иначе были связаны с религией. Они имели доступ в монастырские библиотеки, читали переписанные монахами книги, сами занимались изучением того, что считали творением рук всемогущего создателя. Даже средневековые университеты, по сути, были сугубо религиозными заведениями, где наука как могла обслуживала теологию. Научное знание тлело в монастырских кельях, но по-настоящему развиваться смогло лишь тогда, когда сбросила железные кандалы, которыми она долгие века была прикована к распятию. То, что в какой-то момент дороги религии и науки разошлись, лишний раз свидетельствует о том, что пути у них всегда были разные. Пусть Господь хранит вас! Пусть Господь хранит вас! Пусть Господь хранит вас!